Параллельные миры могут пересекаться, уверена член Союза дизайнеров России Наталья Демьяненко. Это доказывает ее выставка, которая открылась в зале областного координационно-методического центра культуры и творчества. В основном это зал народного творчества, и мы занимаемся декоративно-прикладным изобразительным искусством, любителей наших. Но сегодня мы сделали исключение, потому что заканчивается год культуры. Мы сделали исключение и решили предоставить свой зал прекрасной художнице, великолепному мастеру, который владеет акварелью, ну я не знаю, кто лучше него. Кроме того, она делает великолепные куклы, это редкость не так. В экспозицию вошли куклы и акварельные рисунки. Основная тема живописных работ – славянские мифы, русалки и богини, мистика, связанная с ночью на Ивана Купалу. Но кроме этого, у Натальи Демьяненко есть пейзажи и натюрморты. Серию цветочных работ художница назвала «Любовь к ботанике», потому как нет ничего прекраснее созданных природой цветов. Акварель – сложная техника, но когда в ней работаешь постоянно, в ней окупаешься, она тобой руководит, тебя ведет, тебе помогает. И ты тоже становишься фактически, ты немножко с одной стороны и царь и бог, но с другой стороны ты не можешь отойти от этой природной ее основы, от этой текучести, нежности. Акварель – это удивительная техника, завораживающая, никогда не надоедает. Со славянской тематикой соседствует тема духов домашнего очага, которых народное творчество облекло форму текстильных кукол – бабка-дрема, барабашка, коты-ведуны. Все эти куклы являются оберегами и имеют свое предназначение. Все ручные вещи, начиная от вышиванок, от подушек, от каких-то прихваток, кончая куклами, авторскими куклами – это, конечно, обереги. А потом, вы знаете, у них же есть своя история. Бабка-дрема бережет сон. Барабашка тревожит всех, заставляет жить по часам, заставляет быть аккуратным в доме. Кто-то отвечает за достаток в доме, например, у меня там на плакатах дворовой. Ему помогают коза и собака. Эту персональную выставку Наталья Демьяненко посвятила прежде всего своему отцу, заслуженному работнику культуры Владимиру Тюрину.